Через 10 дней узнаем правду о событиях в Одессе. Пообещал новоназначенный губернатор области Игорь Палец. Расследование проводит генпрокуратура, привлекли даже иностранных специалистов. Подробнее Андрей Анастасов из Одессы. А с ним, кстати, мы свяжемся еще после сюжета и спросим о новых назначениях в области. Эксперты, которые проводят общественное расследование, пока не спешат с выводами, лишь обозначили моменты, которые вызывают больше всего вопросов. Во-первых, причина гибели такого огромного количества людей в Доме профсоюзов. И здесь сразу отсекли версию об отравлении угарным газом. Длина здания 100 метров, коридоры там до 5-6 метров, высота потолков огромная. Соответственно, условий для накопления угарного газа не было. Тогда в чем причина? Специалисты отмечают необычность поз, в которых располагались тела. Такое ощущение, что в критический момент люди не пытались бежать к аварийным выходам, спасаться, а будто застыли на месте, словно их парализовало. То ли это был какой-то удушающий газ, то ли это был нервно-политический газ. Они находятся в скрюченных позах или позе, когда человек не задохнулся, а просто вот он погиб внезапно. Еще эксперты вызывают массу вопросов и то, почему десятки людей перед атакой майдановцев решили укрыться в здании, когда была возможность просто уйти из площади или их туда кто-то завел, либо же дал команду. Тогда кто? В этом следует разобраться. Мы прекрасно понимаем, что это не какие-то абстрактные люди стояли на Греческой и стреляли, убивали людей. И не какие-то абстрактные люди загоняли людей в здание и не давали им выйти, и жгли их коктейлями Молотова. Еще сегодня нам удалось пообщаться с председателем областной федерации профсоюзов, который принадлежит зданию. Он говорит, есть претензии к милиции и пожарным, мол, ехали минимум полчаса. Я долгое время лично не мог вызвать сюда пожарную часть, а ехать тут 750 метров. И милиция, если бы она четко отцепила все это здание, таких бы жертв, конечно, не было. Что касается официального расследования, то выводов по-прежнему нет. Проводятся экспертизы. Единственное, сегодня сообщили о новых задержанных. И сегодня мы можем вам вызвать, шановные журналисты, про затримание диверсионной группы в городе Одессе, под руководством гражданина Долженкова, русское единство, называется эта банда, которые особенно 2 травня в циничный и зухавый способ, залезными прутами, наносили целесные ухудшения мирному населению, особенно летним людям. В СБУ также сообщили, что беспорядки 2 мая были организованы при непосредственном участии бывших и нынешних работников правоохранительных органов Одесской области и пообещали действовать. Андрей Анастасов, Сергей Ружицкий, Игорь Бихоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.